Молодость всегда побеждает все. И горе, и голод, и нищету. Фотография 1911 года. На ней казаки. Среди них отец Лидии Ивановны. Она родилась в конце 20-х годов в станице Василковская, когда гражданская война уже отгремела. Но полным ходом шло так называемое раскулачивание. Одна из семи сестер была замужем за казаком, другая за тем, кто руководил продразверсткой. Он проговорился, что придут к ним раскулачивать. Тогда отец корову заколол. Куда делся конь-красавец, до сих пор загадка. На следующий же день бежали на Кавказ. Вернулись перед самой войной. Жили в глуши. Я уже по-азербайджански разговаривать начала. С детьми шла, общались с детьми. Он придет. Я как-то прибежала в дом и кричу. А та-та, на тар дымя кечи. Он, ой, боже, моя детка, да це ж коза. Я по-азербайджански знаю, что кечи. А как по-русски говорить? К моменту возвращения революционные бури улеглись. Да и отец был механиком, что ценилось. Мать умерла во время изгнания. С началом войны мобилизовали отца и брата. Он погиб в первые месяцы войны. Но Лидия Ивановна не знала. Она работала в колхозе до 1942 года, пока в станицу не пришли немцы. В их избу не поселились, показалось больно неказистой. Так и прожили, стараясь лишний раз не привлекать к себе внимания. Однажды утром проснулись, наши едут. Даже один немец где-то с квартир, распортированные же были. В нижнем белье выскочил, а уже деваться некуда, конечно. В плен там пошел. Наши едут. Ну, конечно, эта радость была неимоверная. Все до того радовались. Ну, передать словами нельзя. Это был февраль 1943 года. Всех мобилизовали на работы. Сначала пешком по грязи несли муку на фронт, потом трамбовали поля под посевы. Однажды приехала команда набирать водителей. Я эту трамбовку поставила и в автороту. Прохожу к командиру авторота. Говорю, я хочу быть шофером. Он посмотрел на меня, да, подходишь высокая. А сколько тебе лет? А я ляпнула, что мне еще 16 с половиной. Детка, да куда тебе с шофером? Это ж тяжело все. Говорю, а трамбовку таскать, думаете, легко? Помогло, что отец механик. Узлы и агрегаты знакомы. Оказалось, что ее грузовик в самом лучшем состоянии во всем автобатальоне. Доверили новую, стентам. Тогда за рулем было много девушек. Но после войны отец решил, что занятие неподобающее. И дочь стала бухгалтером. Со временем возглавила небольшой, но многопрофильный пищевой комбинат. За что не возьмусь, мне все ушло хорошо. И я сразу пошла. Да, правда. А в Анапу семья переехала в 60-е. Здесь Лидия Ивановна работала диспетчером на автопредприятии, в пионерском лагере, затем в санатории Кубань. Уже на пенсии руководила квартальным комитетом. И сейчас, по мере возможности, участвует в общественной жизни. Она сейчас для нас как тетя моя. Как тетя. Она мне звонит, она мне может пожаловаться, она мне может рассказать обо всем. Я ее очень хорошо выслушаю. Я могу ей что-то порекомендовать, что-то посоветовать. Детя носа сегодня. Ну вам 73 только. Врач сказала 78. Врач не права. Поздравление и подарок от депутата городского совета Веры Севряковой. У Лидии Ивановны трое внуков, семь правнуков. Так что в доме ждут гостей.